Июнь в Воронеже выдался дождливым. Где-то были обычные осадки, а где-то ливень спровоцировал катастрофы локального масштаба. Помните же каменный мост? Но это был центр Воронежа. А что же творится в стороне от него? Мы находимся на улице Песчаная. И совсем недавно она выглядела так. Сегодня мы посмотрим, в каком состоянии находится эта улица и узнаем, как местные жители справляются с дождями. У нас же даже в дома заливается вода. Вот мы из Песчаной 102 проживаем. И у нас попадает вот эта вот вода канализационная. Попадает прямо в ванну, в туалет. Приходится вычерпывать. У нас даже случаи были, когда серьезный был ливень. У нас пожилые люди, вот там вот дальше, я не знаю номер дома, но их затопило. Полностью насмерть. Оттуда с горда течет вода, когда вот она идет. Да, и подрекация. И здесь уровень, вот у меня дом 102, у меня палисадник. Посмотрите, раньше там так и осталось, какой раньше был уровень. Это когда строили дом. И сейчас ровно метр. Как вы справляетесь с последствиями? Ну, дождь приносит асфальт сверху, размывает дорогу постоянно, промывает вот это место постоянно. Вчера только ночью заделали до этого. Вот такие проблемы. Заливает наши участки. А вообще какие-то материальные ущербы слышали от соседей? Что-то стоящее, что-то потеряли, либо кого-то затопило сильно? Нет, до такой степени не слышала. Недавно чиновники опубликовали список улиц частного сектора, которых ждет ремонт в 2023 году. Как вы думаете, песчаная попала туда? Конечно же нет. Вся вода, скопившаяся после дождей, из города стекает в частный сектор. Тем самым это приводит к страшным последствиям для людей, которые проживают на улице Песчаной. Мы видим следы недавнего затопления по размытым остаткам дороги. Я не представляю, сколько мусора и грязи скапливается в данном месте. Надеемся, что эта улица все-таки окажется в том списке, которых ждет ремонт. А также в нашем городе наладится должным образом инфраструктура по сбору и утилизации сточных вод.